20 часов Самарской губернии в студии Сергей Сергеев. Здравствуйте. О главных событиях в регионе в начале этого информационного часа. Качественная вода из-под крана, проверка масочного режима и чем удивила акция Ночь музеев. Но начинаем с другого. 18 мая, то есть уже завтра, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратиться к Самарской губернской думе с ежегодным посланием. Это программный документ, который определяет дальнейшее развитие региона на ближайший год или даже несколько лет вперед. Как правило, в послании подводятся и итоги. Какие из поставленных задач выполнены, а где нужно приложить еще больше усилий. Трансляцию послания смотрите в эфире телеканала Губерния завтра в полдень по самарскому времени. Повтор в 21 час. Также его покажут и другие местные каналы. Кроме того, эфирную эстафету подхватит наш сайт сова.инфо, социальные сети, официальная страница Самарской области ВКонтакте. Внимание как к частным вопросам, так и глобальным. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам в преддверии послания губернатора рассказал о переменах в регионе. Леонид Симановский отметил сбалансированный подход губернатора. Большое внимание он уделяет социальной политике. Это решение проблем людей, восстановление ранее отмененных выплат, введение новых мер поддержки. При этом задан курс и на развитие инфраструктуры. Это строительство школ, детских садов, учреждений здравоохранения. Губерния зарекомендовала себя как ключевой субъект страны. Область получает беспрецедентные средства из госказны. Как считает Леонид Симановский, заданный тренд будет продолжен. Повышение качества жизни людей – это основа стратегии лидерства региона. По инициативе Дмитрия Азарова жители предлагали, что, когда и где должно быть сделано. Реализация сейчас в самом разгаре. На следующий год. То есть детская инфекционная больница в Самаре будет, причем будет в ускоренном режиме. Надо будет достроить набережную в Тольятти, которая начнет. Итальяйцев это имеет очень большое значение. Главный проект, который надо будет строить, это, безусловно, мост через Волку. Проект огромный, стоит 125 миллиардов рублей. То есть он делает все для того, чтобы Самара глобально развивалась и становилась одним из главных центров Российской Федерации. Последние годы выдались самыми напряженными для системы здравоохранения. Пандемия коронавируса устроила настоящую проверку на прочность самарским больницам, поликлиникам и власти. И это испытание область прошла с достоинством, говорят специалисты. Прежде всего, благодаря участию в профильном национальном проекте и особому вниманию к этой сфере главы региона Дмитрия Азарова. В канун оглашения послания главный врач больницы Середавина, который принял основной коронавирусный удар, Сергей Пушкин, рассказал о том, какие изменения произошли в Самарском здравоохранении за три года и чего ждут медики от главного программного документа в 2021. Кроме этого, в период, когда мы получили непосредственно самую тяжелую группу пациентов, к этому времени область уже была готова и мы видели непосредственно то, что шло переоснащение реабилитационных отделений, что непосредственно подготовка крупных больниц. Кроме этого, могу отметить, что параллельно, если мы говорим о новом, то в это время были открыты центры амбулаторной онкологической помощи. Мы тоже говорим о том, что очень большое внимание было уделено сердечно-сосудистым заболеваниям. Я думаю, что новый толчок должно получить на направлении донусовой трансплантации. Я думаю, что все та диагностическая база, которая сейчас есть, она должна не только усовершенствовать, но и выйти на уровень мирового. И, конечно, хотелось бы, чтобы в ближайшие годы все-таки наша область, она звучала не только даже на уровне Российской Федерации, но мы могли гордиться тем, что мы привлекательны для иностранцев. И вот о чем расскажем. Рейд на транспорте. Что может грозить нарушителям масочного режима и как в этом году проводится дезинфекция? Расскажем и покажем. Были только старые качели, а теперь строится площадка для детей и взрослых. Как с помощью нас проекта «Живе и городская среда» сбываются мечты и сколько территорий преобразятся в этом году. Живая энергетика искусства «Ночь музеев» в Самаре превратилась в настоящий фестиваль. Самые яркие моменты в нашем репортаже. Для того, чтобы рассказать обо всем, что смогли увидеть участники акции «Ночь в музее», не хватит и нескольких часов. Люди знакомились с искусством авангарда начала 20 века, побывали в городской купеческой усадьбе и даже повстречались в темноте с пастью динозавра. Прямо сейчас мы расскажем о наиболее ярких моментах. Солнце только начало клониться к закату, но Куйбышево уже заполнилось людьми. По случаю «Ночи музеев» улица стала пешеходной, и очень многие решили воспользоваться возможностью просто прогуляться здесь. Хотя и программа фестиваля насыщенная. Посетить было что. Особые сюрпризы жителям и гостям Самары приготовили не только музеи и библиотеки, но и Самарская филармония. «Сведь шумного вала, случайно, и ноги мирской суеты, тебя я увидел, и тайна, на них открывала червы». Не только концерт в сумрачном зале ждал гостей филармонии. Под темным коридором и лестничным пролетом людей провел актер-медиум, приоткрыв им завесу тайны создания великих произведений прошлого. «Видим подсвеченными самых главных людей в музыке, самых главных творцов». «Мы не музей, но у нас есть некая музейная история, старое здание, на месте которого построено новое. Мы решили поучаствовать в этой акции, присоединиться ко всем желающим и нашим любимым зрителям, которые ходят и в музеи, и в филармонию, и устроить небольшое путешествие по заповедным местам филармонии». В свою очередь Самарский академический театр оперы и балета провел акцию «Ночь музеев» в ритме танго. На малой сцене зрителям была представлена обширная выставка костюмов из балетных спектаклей с испанским колоритом, а также концерт, посвященный столетию аргентинского композитора одного из самых известных танго-музыкантов в мире Астера Пьецоллы в исполнении ансамбля «Астория» и солистки оперы Натальи Бондаревой. Также вниманию гостей была предложена лекция «Театр и город. История, сцена, смыслы». Тем временем один из главных сюрпризов для участников «Ночи музеев» состоялся под балконом гостиницы, с которого, по легенде, в начале 20 века Фёдор Шаляпин дал импровизированный концерт для горожан. Три приглашенных солиста из Москвы точно так же выступили перед зрителями с программой «Басы на балконе». Как признались сами артисты, такой концерт для них большая честь. Ведь Фёдор Шаляпин – неизмеримая величина среди исполнителей-академиков. И выйти на тот же самый балкон, и выступить подобно столь уважаемому солисту, дорогого стоит. Это очень сложно выступать. Концерт пошел блестящим. Я не имею себя в виду, я слушал своих коллег с гордостью. Каждый раз они выходили, я говорю «Спасибо вам, блестящие». Тот, кто подбирал состав, спасибо им. Со мной рядом стояли люди, которые я горжусь. И пианист прекрасный, и ведущая прекрасная. Очень хороший концерт, молодцы. Ночь музеев в Самаре в этом году – это фестиваль искусства. Он вобрал в себя музыкальные и театральные перформансы, экскурсии, квесты и мастер-классы. Год назад Ночь музеев проходила в онлайн-формате, и люди соскучились по живой энергетике. Более 40 площадок, арт-пространство, галереи, общественные локации, образовательные центры, библиотеки, театры и другие организации с трудом вмещали всех желающих. Вместе с жителями и гостями города в фестивале принял участие и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона начал свой маршрут по локациям Ночи музеев в сквере Тревяза, где продолжалась джазовая программа. Затем глава региона в офисе филиала Третьяковской галереи узнал у молодых, но уже влиятельных самарских художников о их взглядах на тренды развития искусства в нашем регионе. Несколько десятков авторов развивают городское пространство в стиле стрит-арт. Программа Ночи музеев, вот за 10 дней до нее мы собрали команду молодых ребят, и Андрей с ними ходил по городу и делали такие проекты, которые интегрированы в городскую среду, потому что нам важно показать, что Третьяковка, она не только про сохранение и показ классического старого искусства, про рефлексию, про современное, про новое, про новые поколения, про новые взгляды. В детской картинной галереи подготовили специальную экспозицию, приуроченную к 170-летию Самарской губернии. Редкие фотографии, артефакты и документы из частных олекций и фондов самарских музеев позволили посетителям прикоснуться к атмосфере городской жизни рубежа веков. Дмитрий Азаров подчеркнул, что цель фестиваля достигнута. Люди по-настоящему окунулись в атмосферу праздника. Он получился благодаря талантливым и творческим людям, которые работают в сфере культуры региона. Я рад, что сегодня у нас действительно очень творчески работают люди, музейщики. Это очень непросто находить в музее возможность открывать экспонаты, открывать хранилища, так, чтобы это было вновь интересно, заново открывать для людей. Но сегодня у нас вот такие талантливые люди работают. Очень рад, что все больше и больше творческих людей, разных поколений, кстати, молодых, конечно, наверное, и в первую очередь, сегодня дарят свое искусство, свое творчество в различных сферах. И такие, конечно, мы объединения, творческие объединения, общественные объединения будем поддерживать. Не только самарцы в этот вечер смогли насладиться искусством. Свои программы представили музеи Тольятти, Сызраниного, Кубишевска, Отрадного и других городов и районов области. Андрей Фадеев, Дарья Зотова, Сергей Сергеев, Леонид Кошман, Дмитрий Алатрасов, Роман Апарин, Владимир Терентьев, Андрей Авдеев. Новости губернии. В этот вечер многие музеи стали порталами в прошлое. Так, переступив порог художественного музея, посетители тут же попадали в атмосферу Серебряного века. Здесь все вторило теме центральной экспозиции «Непрерванный полет», на которой представлены работы российских художников-авангардистов. Мы наконец-то открываем двери, полноценно работаем, мы рады видеть гостей и чувствуем, как и музей радуется вместе с нами. Мне кажется, это самая насыщенная музейная ночь. Мы просто не могли остановиться, фонтанировали, и я думаю, что нам удалось. Мы хотим, чтобы жизнь всегда в нашем музее кипела и ни в коем случае не прерывалась. Тема авангарда не прерывалась и за пределами музейных стен. Во внутреннем дворике актеры театра «Самарская площадь» представили спектакль о Маяковском, самым ярком представителе авангардной поэзии. Разве это апрель? Гибну, как обезьяна, привезенная с тропиков. Во-первых, это большой опыт, когда актер работает не у себя в театре на сцене, а в каком-то другом новом пространстве. Сегодня это музейный дворик. Мы также в музее, у нас артисты вначале читали манифест футуристов, и мы счастливы, что мы именно здесь. По-новому взглянуть на картины авангардистов 20-х годов прошлого века, в годах 20-х века нынешнего, можно было, надев очки виртуальной реальности. Люди видят в очках 3D-картины, вернее, картины авангардные, которые висят сейчас в нашей экспозиции. Это очень любопытное, очень увлекательное зрелище, потому что, не знаю, это очень интересно. Совершить путешествие в прошлое и побывать в городской усадьбе 19-го века предложил своим посетителям дом-музей Владимира Ленина. Здесь, под открытым небом, развернулась уникальная экспозиция с конюшней, зернохранилищем и прочими хозяйственно-бытовыми постройками купеческого подворья. Пожелая, правда? Это еще оно пустое, а вот представь себе, что в нем вода. Ну ты силач настоящий, молодче, ну давайте мы поаплодируем. Молодец, какой сильный парень у нас. Познакомились гости музея и с играми последней четверти 19-го века. В частности, соревновались в том, кто дольше всех удержит деревянную палочку вертикально на ладони. Развлекали посетителей и в историческом парке «Россия. Моя история». Гости участвовали в мастер-классах «Славянская письменность», «Средневековая крепость» и «Традиционная роспись тарелок». Мы занимаемся росписью тарелок в стиле, вот у меня в данный момент мезинский стиль, роспись тарелочки. Также на площадке исторического парка каждый мог больше узнать об истории Самары, ее архитектурных достопримечательностях. В частности, большая фотовыставка посвящена истории самарского модерна. Когда мы идем по городу и куда-то спешим, мы не обращаем внимания на какие-то детали, на какие-то вещи, но стоит только остановиться и задуматься. Оказывается, что наш с вами город, он на самом деле богат очень на историю, очень уникальный и самобытный, и при этом очень живописный. А вот музей Алабина на время ночи музеев погрузил в темноту зал основной экспозиции. Посетители совершали экскурсию с фонариками в руках. В такой обстановке экспонаты выглядят и воспринимаются уже совсем по-другому, особенно участников экскурсии впечатлила огромная карта Советского Союза, которая эффектно высвечивалась на одной из стен музея. Добавим, что все мероприятия в рамках акции «Ночь музеев» проходили при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и требований. Развитие культурной жизни, в том числе часть стратегии лидерства руководителя комиссии Госсовета по культуре, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Сергей Сергеев, Владимир Терентьев, Новости губернии. Прогулка с пользой. Каждому участнику «Ночи музеев» предоставили возможность пройти вакцинацию от COVID-19. Для этого на пешеходной улице Куйбышева работал мобильный прививочный пункт. Чем удобны передвижные ФАПы, расскажет Андрей Фадеев. О том, что в шаговой доступности от ее работы будет действовать мобильный пункт вакцинации, Анна узнала в социальных сетях. Коронавирус не обошел и ее семью. Сестра и мама болели тяжело. Повторять этот опыт никому не хочется. Тем более, что риск заражения по-прежнему велик. Я работаю продавцом. Через меня образно проходит большое количество людей. Не все соблюдают масочный режим. И поэтому, конечно, хочется себя застраховать, уберечь. Да, мы пришли целенаправленно. У меня сестра работает здесь. Она сказала, что тут будет прививки делать. И мы, чтобы никуда не ездить, по пути гуляя, зашли и привились. Ну, гуляешь, гуляешь, тут ты раз и комарик укусит. И ходишь потом довольный, здоровый. Врачи сменяли друг друга в течение всего дня. Мобильный ФАП на улице Куйбышева работал с 10 часов утра до полуночи, чтобы каждый участник ночи музеев старше 18 лет мог сделать прививку. При условии, что при себе есть необходимые документы и нет противопоказаний к вакцинации. Для чего это сделано? Чтобы облегчить возможность людям, работающим, получить прививку. Это позволяет им в любое удобное для них время подойти практически в любой части города у нас эти мобильные прививочные пункты стоят и выполнить иммунизацию свою, и тем самым защитить себя от коронавируса. После получения первого компонента необходимо повторить процедуру через 21 день. Врач проконсультирует, где и когда можно сделать вторую прививку. Медики напоминают, маски и социальная дистанция по-прежнему работают как профилактика коронавируса, и даже привившимся нужно соблюдать эти меры. По итогам прохождения вакцинации каждый получит соответствующий сертификат на портале госуслуги. Чем больше людей привьются, тем быстрее выработается коллективный иммунитет против коронавируса. Андрей Фазеев, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии. Если я приду на тренировку, допустим, заболевший коронавирусом, заражу другого, он третьего, и получится то, что у нас вся команда заболела из-за одного человека. А этого, конечно, не хочется. Хочется, чтобы все были здоровы. Я пришел домой, сказал, что прививка от коронавируса можно сделать. Жена поддержала, сказала, что я пойду тоже делать. Не хотелось бы принести эту заразу домой, чтобы жена заразилась и ребенок. Так как совсем грудничок, так что мы прививаемся вместе. Конечно, хотелось бы, чтобы все спортсмены, не только Самарской области, но и России, тоже последовали этому примеру. Посоветую, но дело каждого. Кто хочет, тот прививается. Правильно, у нас страна свободная. В связи с жаркой погодой усилена обработка и помывка парка Самарского общественного транспорта. Также продолжается контроль за ношением средств индивидуальной защиты. Что может грозить нарушителям, расскажем прямо сейчас. Сохраняют здоровье. В общественном транспорте Самара продолжается контроль за соблюдением масочного режима. За неделю на нарушителей составлено 9 протоколов. Штраф для злостных противников, ношение средств индивидуальной защиты может достигать 30 тысяч рублей. Решение принимается судами. Всего же, начиная с октября, когда в состав рейдовых бригад вошли полицейские, оформлено уже 385 административных материалов. Работу продолжат до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка не позволит смягчить ограничения. За соблюдением комплекса мер безопасности следят представители городского департамента транспорта, доброволе народной дружины, правоохранительных органов, а также контрольно-ревизионные службы предприятий-перевозчиков. На улице прекрасная погода, очень жарко. Иногда в транспорте, да, действительно бывает душно, но мы обращаемся к вам. Маски никто не отменял и просьба соблюдать масочный режим, надевать защитные средства. Перед тем, как вы зашли в общественный транспорт, правильно надеть маску на нос и не снимать ее до окончания рейса. С наступлением жары транспортники усилили работу по помывке подвижного состава. Мобильные бригады работают круглые сутки без выходных, спецсредством обрабатывают все контактные поверхности. Еще одна позитивная новость. В этом году в планах запустить на четвертом троллейбусном маршруте машины нового поколения. По нацпроекту безопасные качественные дороги в Самару поставят 22 единицы транспорта. Появится у нас первый подвижной состав и первый маршрут, который полностью оснащен современной техникой, в том числе с кондиционированием воздуха. Пока пользуемся тем, что есть, да, то, что называется естественная вентиляция салона. Также специалисты просят пассажиров самостоятельно не открывать люки и форточки в салоне. В случае необходимости нужно просто попросить об этом кондуктора. Иначе можно повредить оборудование или нанести себе травму. Леонид Кошман, Новости губернии. Новости губернии. Не забывайте менять маску каждые два часа. Обработайте руки перед тем, как снять маску. Чтобы снять маску, возьмите ее за лямки. Выверните маску наружной поверхностью внутрь, положите в пакет и выбросите в контейнер для мусора. Снова обработайте руки. Не забывайте стирать тканевую маску каждый день. После стирки проглаживайте маску утюгом. Когда не надеваете маску, носите ее в чистом, защищенном месте. Надевайте только сухую и чистую маску. Не надевайте чужие маски даже после стирки. В регионе продолжают проверку санобработки в местах общего пользования. Особое внимание подъездам многоквартирных домов. За дезинфекцию в них отвечают управляющие организации. В очередной рейд с представителями госжилинспекции в Тольятти отправилась и наша съемочная группа. Регулярность и качество санобработки в многоэтажках под строгим и чутким контролем госжилинспекции. Ответственные за нее управляющие компании. Жильцы дома 78 по улице автостроителей ее проведением в целом довольны. Когда вот пошла эта пандемия, вот и вышло распоряжение правительства, вот у нас два раза в день уборщицы наши, у нас две уборщицы на 10 подъездов, они ежедневно убирают почтовые ящики, входную дверь. Никакой нет, все хорошо у нас. И, как сказать, круглый день уборка идет. По постановлению губернатора Самарской области от 16 декабря 2020 года для санобработки использоваться могут дезинфицирующие средства, обладающие вирулицидной активностью. Все места общего пользования обрабатывают ежедневно. Должны убираться все поверхности, к которым могут прикоснуться жители. То есть это кнопки домофона, перила, кнопки лифта, баки мусоропровода и так далее. После проведения составляют акт. В нем обязательно должна быть подпись одного из жильцов. Данная управляющая компания к санобработке относится ответственно. За каждым домом закреплены две уборщицы. Любые жалобы принимают и оперативно отрабатывают. В соответствии с постановлением губернатора и нормами Роспотребнадзора мы проводим противоковидные мероприятия по обработке подъездов, мест общего пользования, хлоросодержащими реагентами. Все наши мероприятия фиксируются в графике проведения работ и оцениваются жителями. Контроль за выполнением таких работ госжилинспекция проводит регулярно. Управляющие компании, которые недобросовестно их выполняют, тоже есть. В отношении них по результатам рейдов оформляют административный протокол. Марина Парамошкина, Андрей Костомаха, Новости губернии. Сами кузнецы своего счастья. Жители нескольких домов на улице Победы в Самаре долго мечтали о новой площадке во дворе. Решили подать заявку на участие в национальном проекте «Жилье и городская среда». Что из этого получилось, покажем прямо сейчас. Райский водопад – версия для урбаниста. Во дворе на улице Победы выгружают и ровняют щебень. Это основа будущей площадки, новой и современной. Прежний облик этой территории местных жителей, мягко говоря, устраивал мало. Вот качельки две у нас было в основном. И все. За все время, сколько мы здесь находимся, больше ничего здесь не менялось. Все жители, конечно, очень хотели, чтобы у нас получилась вот такая вот площадка. И вообще был порядок. И хотя бы было поинтереснее детям на площадке гулять. И желание, подкрепленное инициативой жителей, воплотилось во вполне реальный проект. Ну а реализовать его помог нацпроект «Жилье и городская среда», который инициирован президентом страны Владимиром Путином. На этой площадке точно будет интересно и детям, и взрослым. Сейчас производится работа подготовка под асфальтное покрытие, под резину. И в скорое время начнут восстанавливать мафы. Спортивный комплекс, теннисный стол. Я планирую до середины июня, то есть закончить, вот по данным адресу завершить все работы. Срок завершения работ по контракту – середина августа. Но подрядчик уже опережает график и планирует закончить раньше. Сейчас строители трудятся не только на улице Победы. Работы начались или скоро начнутся во дворах Кировского района на Георгия Димитрова, проспекте Кирова, улицах Республиканской, Дальневосточной, Марии Авейды. В этом году пять вот таких вот больших дворов. В каждом дворе вот здесь вот, например, четыре дома, то есть в каждом дворе несколько домов. У нас в Кировском районе дворы большие, поэтому кажется, что пять – это мало. Но на самом деле, если считать по домам, то там порядка 20 домов получают вот такую вот придомовую территорию. В этом году преобразятся порядка 50 дворов в девяти районах города. По инициативе жителей благоустраиваются и общественные пространства. Какие – выбирают люди. До 30 мая продлится голосование за территории, которые приведут в порядок уже в 2022-м по нацпроекту «Жилье и городская среда». Отдать голос можно через портал госуслуг или администрации Самары, а также на сайте, адрес которого видите на экране. Помогут в этом и волонтеры в торговых центрах и МФЦ. Благоустройство городов и поселков, создание комфортных условий жизни – одно из важных направлений стратегии лидерства региона, сформированной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Анна Ивахина, Сергей Попов, Новости губернии. Хотите, чтобы родной город был комфортным? Знаете, чего для этого не хватает? Теперь город точно услышит ваше мнение. Заходите на сайт за.городсреда.ру и выбирайте проекты благоустройства рядом с вами. Сроки голосования с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Именно вы решаете, как изменится ваша улица. Качественная питьевая вода из-под крана. В селе Орловка Кошкинского района продолжается реконструкция водопроводной системы. Что уже сделано и когда работы планируют завершить, расскажем. Жители села Орловка Кошкинского района десятилетиями ждали, когда к ним придет качественная питьевая вода. Сейчас работы идут полным ходом. Строителям предстоит пробурить две водозаборные скважины, построить две водонапорные башни, реконструировать старые и провести новые сети. Появится в селе и своя станция очистки. Работы ведутся по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Строился водопровод, собственно, это где-то в 67-х годах уже устарел водопровод. И правильно сделали, что именно эта программа «Чистая вода». Даже вот сейчас, в данный момент, я считаю, не полностью сделали, а частично провели. И, да, вот уже чувствует, что вода почище намного. Для жителей села вообще такое событие было самое значительное. Благодаря вот участию в этом федеральном проекте «Чистая вода» у нас появится возможность, ну, просто из крана пить обычную воду, чистую воду. Ну, известно, всем же известно, что вода – это источник жизни, и нам хочется, чтобы благодаря чистой воде наша жизнь стала чище и, наверное, здоровее. В этом году работу на объекте планируется завершить. Их стоимость составила более 65 миллионов рублей. Технических сложностей, которые бы сегодня стояли на объекте, нет. Вот, есть плановая работа, которой занимаемся. Все идет по плану. Производим работу по благоустройству, обратные отсыпки. Значит, со следующей недели начинаем прокладку оставшихся водоводов. Объект будет введен в эксплуатацию, где порядка 1426 человек, население села Орловка, будут с хорошей и качественной питьевой водой. Так что спасибо губернатору за включение в программу. Будем в дальнейшем также разрабатывать проекты, чтобы другие села насыщивать чистой водой. Всего в 2021 году в рамках нацпроекта в Самарской области в планах реализовать 6 объектов водоснабжения. Их ввод в эксплуатацию позволит обеспечить качественной питьевой водой более 64 тысяч жителей разных уголков Самарской области. Леонид Кошман, Дарья Зотова, Алексей Гриднев. Новости губернии. Любишь красивую природу, люби за ней ухаживать. Экологический субботник в Жигулевском заповеднике провели сотрудники компании «Тольятти Азот». Благоустроили сразу две территории. С мешками для мусора на берег Волги отправилась и наша съемочная группа. Убрать мусор и сухую листву, привести в порядок жемчужину Самарского края совсем не сложно. Мы находимся в Жигулевском заповеднике, на Графском роднике. И убираться на территории с таким видом – одно удовольствие. На этот раз с инициативой помочь природе выступила компания «Тольятти Азот» – один из флагманов российской химической промышленности. Ранним субботним утром почти полсотни сотрудников с семьями выехали в поселок Бахилова Поляна. Пара-тройка часов и расчищены сразу две территории. В порядок привели и участок у вольера для барсуков. У нас никак руки не доходили тропинку к барсукам покрасти. Фактически родник, источник Графский, он не находится на территории заповедника. Но изначально мы его взяли под опеку, благоустроили и с помощью неравнодушных людей поддержим его. Жигулевский заповедник – один из главных в регионе центров притяжения туристов. Ежегодно его посещают свыше 100 тысяч человек. И цифра продолжает расти. Только за майские праздники по излюбленному маршруту на гору Стрельную поднялись 6 тысяч туристов. И при таком наплыве важно сохранить первозданную природу. Сотрудники заповедника делятся, много желающих не только полюбоваться на Волгу с высоты 350 метров, но и помочь с благоустройством. Работу коллективы «Тольятти Азота» приняли и оценили на отлично. Прекрасное настроение, особенно радостно видеть результаты нашего труда. Там, где были заросли и облезла лестница, теперь прекрасный пляж. И в корпоративный зеленый цвет покрашенный спуск к источнику, когда он всплывет. Но ничего так не радует, как то, когда ты видишь на месте бардака, в результате теперь появился порядок. И ничего так не объединяет, как совместный труд. Экологический субботник туазовцы провели в рамках акции «Зеленая весна». Нам очень приятно, что крупные корпорации, промышленные предприятия в последнее время обращают особое внимание на вопросы экологии, и в частности на вопросы развития экологического туризма. Все это является составляющей масштабного проекта под названием «Экологика», когда в рамках программ корпоративной социальной ответственности крупные корпорации действительно выезжают на объекты природы, на особо охраняемые природные территории. Тольятти Азот – давний и активный участник многих экологических акций. Совсем скоро предприятие запустит свой проект – образовательную онлайн-платформу для школьников. Обучающие программы и квесты – все для экологического воспитания юных туристов. Марина Промошкина, Андрей Костомаха, Новости губернии. Борются с огнем одной командой. Центр занятости населения Шигонского района направил 8 человек на сезонные работы в Самары-Лес. В пожароопасный период бригаде особенно необходимы толковые и обученные сотрудники. Подробнее расскажет Андрей Фадеев. Их работа – спасать природу. Мониторинг за возгораниями в лесах и полях ведется постоянно. И в случае тревоги бригада немедленно выдвигается на место. Евгений пополнил ряды лесозащитников благодаря помощи службы занятости. Опытные коллеги помогли обучиться тонкостям профессии в процессе. Это все удалось легко. С первого раза получается. Сначала я работал бойцом, потом перевелся в водителем. Все получилось. Эти 8 человек – сезонные рабочие. Приходят в бригаду на время пожароопасного периода. Весной каждого года их принимают на работу. А осенью они снова встают на биржу труда. Так «Самара лес» всегда получает на сезон профессиональных и обученных сотрудников, которые годами работают в одной слаженной команде. Сезонные работы, когда заканчиваются, они уходят у нас на биржу. Встают на биржу и в отделе занятости их финансируют. По окончанию, вернее, по началу работ мы их обратно забираем. Вопрос трудоустройства населения, особенно в период пандемии, находится на личном контроле у губернатора Дмитрия Азарова. Безработица в Шигонском районе – одна из самых низких в регионе. В этом большая заслуга муниципального центра занятости. В своей практике, в своей работе мы используем все возможные средства. И как трудоустройство на постоянную работу, и на временную работу, на сезонную работу. И, скажем так, конечно же, наша работа связана с трудоустройством на официальные рабочие места. На данный момент численность безработных в регионе составляет около 25 тысяч человек. Это более чем в полтора раза меньше, чем в прошлом году. Количество доступных вакансий в базе данных Минтруда – около 42 тысяч. Андрей Фадеев, Дмитрий Столяров, Новости губернии. «Играй, думай, развивай» – в ресурсном центре добровольчества волонтеры Самарской области прорабатывали свои идеи в формате игры. Каждая команда отвечала на специальные вопросы и определяла новые направления в развитии проекта. Как методику оценили сами участники, расскажет Владимир Маркин. Как развить свой проект, продумать каждую деталь и сделать его поистине перспективным? На эти вопросы лидеры волонтерского движения получили ответы благодаря игре «Проектное путешествие». Ее цель – познакомить молодых людей с социальным проектированием и самим понятием «социальный проект». Такой формат пришелся добровольцам по нраву. Во время вот этого игрового формата мы научились определять, какова наша цель, каковы результаты, для чего нам это и кого мы должны и что привлечь. То есть это очень полезный формат. Мы разрабатываем идею волонтеров психологической помощи, а точнее именно психологи конкретно для волонтеров. Мы все-таки хотим это реализовать, потому что это все-таки важно. Каждая команда отвечает на вопросы, прописанные в игровых карточках. И с каждым заданием учится грамотному оформлению проектов. Кроме того, участники находятся в постоянном взаимодействии и повышают навыки коммуникации. По словам создателя такого формата, Алексея Макеева, игра получила признание не только в Самарском регионе. Я участвовал в конкурсе самозанятых в Самарской области, который организовывал Министерство экономического развития. И с этой игрой получил гран-при в этом конкурсе, как автор проекта либо ресурсной центра, либо отдельной некоммерческой организации. Уже на протяжении нескольких лет эту игру активно используют. В Башкирии ее вообще придумали, как на 200 человек ее можно интерпретировать. Программа поддержки волонтерских центров на базе образовательных организаций комплексная и состоит из нескольких направлений. Игровые акции, обучающая онлайн программа и проектная деятельность. Последняя дает возможность проверить все приобретенные знания за год. Сейчас, работая с группами, мы увидели, что проекты дорабатываются прямо на месте, появляются новые идеи. И мы дальше планируем не заканчивать работу над этим с участником. Программа комплексная, мы постоянно работаем. А в дальнейшем сопровождать, помогать как минимум в написании заявки на грантовые конкурсы, добровольческих именно проектов. Так и с внедрением этих проектов, ну с реализацией этих проектов. В развитии добровольчества в том числе заключается стратегия лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Наиболее перспективные проекты получат шанс участвовать на крупном молодежном форуме ИВЛГА. Владимир Маркин, Александр Дудко. Новости губернии. Юные таланты представит Самарскую область на всероссийском этапе 20-х молодежных дельфийских игр. Делегация из 86 человек отправится в Перми в мае. Сегодня участников победители регионального тура наградили дипломами во Дворце детского и юношеского творчества. Кто будет отстаивать честь Самарского региона, узнал наш корреспондент. Артему Самаркину 13 лет и больше половины из них он посвятил игре на баяне. Говорит, с любимым музыкальным инструментом проводил 7 дней в неделю. Особенно при подготовке к 20-м молодежным дельфийским играм России в Самарской области. Упорство дало свой результат. Юный музыкант стал одним из победителей регионального тура. Дельфийские игры для меня это не просто конкурс. Это способ разнообразить жизнь. Это способ выйти на новый уровень в плане игры на инструменте. Нужно много и усердно заниматься, не обращая внимания на усталость и прочие невзгоды. Свой путь к успеху проложила и Софья Данильян. Юная вокалистка покорила экспертную комиссию своим исполнением и заняла заслуженное первое место в своей номинации. Она, как и остальные победители в составе делегации Самарской области, отправится на всероссийский этап дельфийских игр в Пермь. Я надеюсь, что у нас все получится и мы покажем, насколько в Самарской области талантливые дети. Нас ждет очень много знакомств. Мы также все познакомимся с делегацией. Нас будет очень много. И это очень круто. Дельфийские игры – шанс для юных талантов заявить о себе и достичь успеха в искусстве. Организаторы регионального этапа – Министерство культуры и Министерство образования и науки Самарской области. Отборочные туры прошли при поддержке Агентства социокультурных технологий и Самарского дворца детского и юношеского творчества. В этом году поступило 512 заявок от участников из нашего региона – детских и музыкальных художественных школ, школ искусств, средних, профессиональных и высших учебных заведений. Уже не первый год мы принимаем участие в таком большом, крупном мероприятии, как Дельфийские игры. Они сравниваются с Олимпийскими играми только в области искусства и творчества. В этом году в состав делегации нашу область будет представлять 86 участников в 16 номинациях. Самарская область всегда была в лидерах Дельфийских игр. В поддержке творческой молодежи и развитии культуры в том числе заключается стратегия лидерства губернатора Дмитрия Азарова. Делегация Самарской области будет покорять всероссийский этап Дельфийских игр с 21 по 26 мая. Владимир Маркин, Дмитрий Столяров. Новости губернии. Более двух тысяч мотоциклов в одном месте. На минувших их выходных прошел байк «Слёт Самарской Маёвка». Почетными гостями стали 50 детей-сирот. Они прокатились на настоящих байках в качестве пассажиров. А также побывали на саундчеке группы «Эзи Блэк Блюз Окестр». О неподдельных эмоциях наш следующий материал. В Красноярском районе прошел всероссийский байк «Слёт Самарская Маёвка-2021». По приглашению благотворительного фонда «Евита» главными гостями стали дети-сироты. Основной темой выбрали историю создания колеса. Ребята узнали, почему оно стало прорывом для всей цивилизации и одновременно основой развития технического прогресса. Но самое главное и интересное ждало их после. Мотоциклисты прокатили детей на настоящем байке. Эмоции, конечно, зашкаливали. Я покаталась, я сначала боялась, потом сила все свои кулаки и пошла кататься. Здесь я каталась на мотоцикле, мне очень понравилось. Было и страх, и веселье. Помимо экстремальной поездки, детей ждала разнообразная увлекательная программа. Они стали зрителями эксклюзивного концерта с саундчека группы «Эзи Блэк Блюз Оркестра». Ребята пообщались с участниками коллектива, узнали о роли каждого музыкального инструмента и сделали общую фотографию на память. Решили пригласить сюда ребят из центра реабилитации, детей-сирот, которым, ну, наверное, очень интересно все, что здесь происходит. И с точки зрения техники, которая здесь в большом количестве представлена, и, наверное, и концерты, вот сегодня они посмотрели наш саундчек. Ну и, в общем-то, чем больше будет таких мероприятий, тем меньше у нас будет сирот. Благотворительный фонд «Евито» традиционно проводит экскурсии для детей-сирот на этот фестиваль. В этом году участниками стали 50 человек из разных уголков Самарской области. «Мы всегда придумываем для ребят развивающую образовательную программу. Вот, например, сегодня у нас все мероприятие было посвящено двум самым великим изобретениям человечества – колесо и музыка. Обычно мы приглашаем, ну, 25-30 детей, да, сегодня 50, и ребята приехали даже из Сызрани и из Чапаевска. Это очень здорово». В финале насыщенной программы детей накормили осетровой ухой. «Дети получили огромный такой положительный заряд, эмоции только положительные. Когда увидели, что им можно покататься, они бежали веселые, счастливые, они с удовольствием послушали песни, потанцевали. А сейчас еще и уха». Елизавета Должикова, Владимир Терентьев, Новости губернии. К сожалению, не все благотворительные фонды одинаково добросовестны. И часто, желая помочь, люди просто становятся жертвами мошенников. А кровно заработанные деньги уходят не больным детям, а в неизвестность. Речь, например, о ситуациях, когда якобы помощь собирают на проезжей части, лавируя между машин. Эксперты говорят, в 99% случаев это обман. Как не попасться на удочку тех, кто на сострадание делает грязный бизнес? И как быть уверенным в том, что не спонсируешь беспринципных негодяев? Они показали, что очень много людей жертвуют деньги, не задаваясь вопросом, доходят ли эти деньги до больных детей. И эта проблема огромная для всей России. И мы знаем, что 99% таких сборщиков это мошеннические организации. Ну, это такой нечестный бизнес, скажем так, если честно говорить. И это очень емкий, очень денежно-емкий бизнес. Мы долго с этой темой уже работали. И мы пытались рассказывать через средства массовой информации, размещать какие-то листовки и так далее. Но это очень сложно. Мы поняли, что нужно какую-то массовую атаку устроить информационную. И поэтому мы вместе с коллегами из Москвы, все вместе против мошенников, мы разработали листовки. И эти листовки, благодаря проекту, появились в самых разных учреждениях Самарской области. В поликлиниках, в школах, в магазинах. Мы эти листовки распространяли через соцсети. Мы вели какую-то такую компанию, где мы рассказывали про то, что кому не надо давать деньги, а каким фондом можно помогать, а каким нельзя помогать. И что если люди собирают на улице или в транспорте деньги, 99% того, что это мошенники. И мы говорили людям о том, что... И продолжаем говорить. Если вы правда хотите кому-то помогать, в том числе больным детям, зайдите на сайт организации, проверьте. А еще лучше просто найдите ту организацию, тот фонд, которому вы будете доверять и будете помогать постоянно. Не нужно давать деньги на улицах и в транспорте. От летного училища до парада победы. В Красноармейском районе открылся Самарский областной патриотический проект «Внутри истории». Посетителям предлагают буквально прожить военные годы в Куйбышеве с помощью виртуальной реальности. Как оказаться за штурвалом Ил-2, расскажет Наталья Матвеева. Надев летную куртку и пилотку, здесь действительно можно почувствовать себя внутри истории. А также поуправлять знаменитым штурмовиком Ил-2 с помощью технологий виртуальной реальности. Все как наяву. Первый полет, обстрел врага, госпиталь и, конечно же, победа. Участники могут увидеть парад 45-го года в Куйбышеве. Ну, сегодня основная наша роль, мы проводим интерактивную выставку для школьников, для жителей села Красноармейское. Вот сегодня ребята приходили к нам, им очень понравилось вообще это наше мероприятие, они в восторге. Больше всего, конечно, им понравилось это VR-зал посещения. Они были просто в восторге. Сохранение исторической памяти – часть стратегии лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Поэтому всем посетителям выставки рассказывают про героев-земляков, которые сражались за родину, и показывают уникальные артефакты штурмовика Ил-2, найденного на территории региона. А через специальное приложение гости могут оживить стенды и посмотреть историю родного края военные годы. Уникальный проект, который вот уже в течение года присутствует на территории Самарского региона, уникальность его в том, что он достоверен, уникальность его в том, что он на все возраста приемлем. Почему? И для детей, и для взрослых. Вот мы сегодня взрослые люди, мы посмотрели экспонаты выставки, мы оказались действительно внутри истории нашей страны. Побывать внутри истории можно будет до 22 мая. Наталья Матвеева, Константин Макаревич, новости губернии. Мир глянца или обычной жизни? Фотосессии или спонтанные снимки? Что эффектнее? Ответы на эти вопросы искала самарский фотограф, и теперь ее работы представлены в Самаре на персональной выставке «Тело. Мой дом». Какие они стандарты красоты, и стоит ли изнурять свой организм в погоне за идеальными формами? Взгляд на людей в необычном ракурсе увидела Татьяна Пудова. Только эмоции, только человек, только то, как он сам выглядит. И желательно, чтобы он был без косметики. Здесь у меня, кстати, так все есть. Черно-белый цвет я выбрала для того, чтобы не отвлекать от лишнего, потому что монохром, он как раз-таки притягивает взгляд к сути. Уникальность каждого через объектив показывает самарский фотограф Аполлинария Швед. Вот это одна из моих любимых съемок. Мне кажется, можно заметить по количеству фотографий, которые я выставила. Каждая складочка, каждый шрам, ну, за ним стоит история. Это не просто фото, а исследование о счастье. А принятие себя таким, какой ты есть. Все это фото художница нашла в простых людях. Одна из моделей Альбина узнала о фотопроекте через интернет и участвовала в нем, чтобы принять себя. Я понимала, что это проект, в котором, ну, как раз ты берешь и просто какие-то недостатки, которые ты считаешь недостатками, приносишь на съемочную площадку. Раскрепоститься перед незнакомым человеком и показать недостатки своего тела сложно. Но Аполлинария смогла расположить к себе. Десять лет девушка была корреспондентом, шеф-редактором на телевидении, пресс-секретарем в госоргане. Какое-то время обучала детей телемастерству. Параллельно рисовала, расписывала стены, изучала фотографию и делала портреты. Углублялась в психологию. Однажды поняла, что вся жизнь тесно переплетается с журналистикой, искусством и психологией и захотела объединить эти направления. Она создала проект о стандартах, которые влияют на людей. О том, что каждый человек красив, независимо от возраста, пола, цвета кожи, религиозных, политических и сексуальных предпочтений, наличия шрамов, растяжек, целлюлита или лишнего веса. Это фотографии, которые показывают чистую тебя, без шелухи, без масок. Это про принятие вообще себя полностью. То есть это про то, что все твои изъяны – это только твои изюминки, и это то, что делает тебя собой. Мне кажется, вот люди, которые смотрят на эти фотографии и понимают, что красота, она не в шаблонности. Твое тело – это твоя крепость, за которую ты должен бороться и должен оберегать. Тело очень прекрасный человек в любом возрасте. Конечно, надо ухаживать за ним, любить его, стремиться к совершенству, к которому, возможно, себя критикую и никогда не достигну. Эта выставка стала напоминанием о том, что нужно любить свое тело, ведь это наш дом. Татьяна Пудова, Константин Макаревич, Новости губерния. 125 лет назад, 17 мая, в 1896 году в Самаре приступили к работам по постройке новой ветви конно-железной дороги. Чем еще был знаменателен этот день в истории нашего края, узнаем из календаря губернии. Сегодня 17 мая. 125 лет назад, 17 мая 1896 года, в Самаре приступили к работам по постройке новой ветви конно-железной дороги. Вторую линию конки было решено проложить от пересечения улиц Самарской и Маскательной, сегодня это улиц Льва Толстого, до железнодорожного вокзала. После завершения работы общая протяженность конно-железной дороги в столице губернии составила почти 9 километров. 17 мая 1919 года решением губернского отдела труда на всех фабриках, заводах и во всех учреждениях Самарской области был установлен перерыв в работе. Трудовым коллективам было выделено от 1 до 2 часов для отдыха и приема пищи. Ежегодно 17 мая отмечается Всемирный день электросвязи и информационного общества. Поздравление с днем рождения сегодня принимает глава муниципального района Алексеевский Самарской области Галина Александровна Зацепина. В народном календаре сегодня день Пелагеи-Заступницы. В ту пору частый и сильный дождь сулил чистый и обильный урожай. А еще в этот день рубили дерево на выделку ложек и делали заготовки, баклуши. Это были лишь некоторые события, случившиеся в 17 день мая. Все вам самого наилучшего. 2021 год 170-летия Самарской губернии. За долгую и славную историю у нашей Родины появились многочисленные друзья и партнеры, которые присылают свои поздравления из разных уголков России и мира. «Образовать на левом берегу Волги новую губернию под названием Самарской». Этими словами указа Николая I открылась большая страница в истории всей страны. Появился новый губернский город, ставший крупным экономическим, культурным, образовательным и промышленным центром. Самарская губерния прочно заняла свое место в числе наиболее сильных территорий страны. Самарская область всегда была и остается регионом-лидером, где живут талантливые и трудолюбивые люди, способные создавать новое. Особую роль сыграла Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны. В 2020 году президент России Владимир Владимирович Путин присвоил Самаре почетное звание «Город трудовой доблести». Такое же звание получил и Нижний Новгород. Это стало еще одним символом духовной и исторической связи наших регионов. Роднит нас, конечно, и автомобильная промышленность. О машинах марки «Газ» и «Лада» знает весь мир. И, конечно, навсегда объединяет Самару и Нижний Новгород Волга. Все мы волгари, любящие волжские просторы и спокойное течение Великой реки. От всей души поздравляю вас с юбилеем. В 2021 году Нижний Новгород отмечает свое 800-летие. Приглашаю вас посетить наш город, увидеть, как он меняется. И уверен, что, конечно, нижегородцы с удовольствием станут гостями Самарской области. А связи между нашими регионами будут только крепнуть. С праздником вас! Желаю Самарской области благополучия и процветания. В Самаре завершились 12-е всероссийские соревнования по хоккею с шайбой среди команд юношей «Кубок Владислава Третьякан-2021». В нем принимали участие клубные команды, победители первенств федеральных округов, сильнейшие спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Самарская комета на правах хозяина турнира. На лед выходили игроки не старше 12 лет. У меня в жизни такого турнира не было, потому что здесь уже как бы все по-взрослому. В целом турнир очень классный. Очень много эмоций, игры все серьезные, большой накал. Всего на лед вышли 10 команд, это 260 участников. Безоговорочную победу одержала команда ЦСКА. Второе место заняли «Атланты» из Матищ, третье – питерская команда СКА «Серебряные львы». Нужно воспитывать и тренировать будущих звезд. На этих турнирах мы проверяем свою подготовку, подготовку и профессионализм наших тренеров. На таких турнирах и как раз вырастают будущие чемпионы. Именно здесь мы черпаем наших ведущих игроков, которые в дальнейшем уже будут настоящими профессионалами, защищать на спортивных аренах, честь нашей Родины. Кубок Владислава Третьяка проводится в Самаре с 2008 года по инициативе Дмитрия Азарова, который в то время занимал пост главы города. Кубок призван популяризировать хоккей и привлечь в это направление как можно больше юношей. Развитие и поддержка массового спорта – часть стратегии лидерства региона. В Чапаевске в минувшие выходные прошел Суперкубок по футболу Самарской области. Нефтяник из отрадного одержал убедительную победу над хозяевами поля. За ходом игры следила и наша съемочная группа. Суперкубок по футболу проводится раз в год и состоит всего из одного матча. Принимают участие в нем победители и призеры предыдущего областного чемпионата. На этот раз турнир состоялся в Чапаевске. Стадион, ремонт и строительство которого было поддержано лично губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым. Краткий срок мы смогли его реализовать и поэтому в достойных условиях сегодня пройдет Суперкубок Самарской области. Мне очень приятно, что сегодня представлены те команды, ребята, которые достигли высоких профессиональных успехов и вполне могут рассчитывать на свое рассмотрение в составе нашей главной футбольной команды «Крылья Советов». Помериться с силами вышли нефтяник из отрадного и хозяева поля. Луч из Чапаевска. Матч отложен из-за того, что в прошлом году были ограничения по ковиду. То есть поэтому он проходит спустя практически год, но все равно здорово, что сегодня удалось организовать первый большой полноценный матч в этом году, летний. С соблюдением, естественно, всех ограничений, всех норм и правил, по которым мы сегодня можем проводить такие матчи. По итогам встречи победу в упорной и очень красивой игре одержала команда «Нефтяник» из отрадного со счетом 2-0. Команда была обладателем переходящего кубка и в 2019 году. Стоит отметить, что в этом году также стартует летний чемпионат Самарской области по футболу. Спонсор чемпионата – компания «Акронхолдинг». Владислав Жирнов, Александр Дутко. Новости губернии. Больше новостей на нашем сайте сова.инфо и в наших официальных аккаунтах в соцсетях. Мы есть во всех и рассказываем о главных событиях оперативно. Только факты и только проверенные источники. Прямо сейчас прогноз погоды, а сразу после эфир канала «Губернии» продолжит программа «Школа здоровья». Генеральный спонсор прогноза погоды – ООО «СЗ Финстрой». Шолунишка, смотри, ипотеку не проселкой. Ипотека 001 заканчивается. Успей выбрать квартиру в Новой Самаре. Звоните 340 0505. Во вторник в Самарской области будет небольшая облачность без осадков. Днем плюс 31-36 градусов. Ночью 15-20 тепла. Местами до плюс 10. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. На севере и западе в дневное время плюс 32-33. На востоке и юге до плюс 36 градусов. В Самаре, по прогнозам синоптиков, небольшая облачность обойдется без осадков. Днем 33-35 тепла. Температура воздуха ночью плюс 17-19. Местами плюс 13-15. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 10-20%. Приволжск. Гидромет желает вам всегда хорошей погоды. Если осадков, то только в виде счастья. Если ветра, то только со стороны удачи. Перед тем, как надеть новую маску, помойте руки с мылом или обработайте антисептиком. Наденьте маску так, чтобы верхняя часть плотно закрывала нос, а нижняя – подбородок. Внимание! Медицинская маска должна прилегать к лицу белой поверхностью. По бокам не должно остаться зазоров. Когда носите маску, не трогайте ее руками. Не забывайте менять маску каждые 2 часа. Обработайте руки перед тем, как снять маску. Чтобы снять маску, возьмите ее за лямки. Выверните маску наружной поверхностью внутрь. Положите в пакет и выбросите в контейнер для мусора. Снова обработайте руки. Не забывайте стирать тканевую маску каждый день. После стирки проглаживайте маску утюгом. Когда не надеваете маску, носите ее в чистом, защищенном месте. Надевайте только сухую и чистую маску. Не надевайте чужие маски даже после стирки. Субтитры создавал DimaTorzok